всем привет сегодня будет видео о трех видах пряжи лану гату эти моточки я уже показывала в обзоре предыдущий посыл посылки с пряжей из интернет-магазина мир вышивки и говорила что буду вязать образцы и более близко знакомиться с этой пряжей и поделюсь с вами своим мнением образцы я уже связала и уже могу более детально что-то рассказать под видео вы найдете ссылки на сам магазин мир вышивки и на каждую из показанных мной сегодня пряжу отдельно также как обычно там будет информация по промокоду на 10 процентную скидку на ваш первый заказ и так пряжа все три вида как я сказала одного производителя это производитель лана гата если их сравнивать между собой они в общем-то разные но их объединяет одно все они отлично подходят для вязания вечерних и просто нарядных каких-то изделий у меня здесь представлены не самые яркие цвета так как когда я выбирала эту пряжу в магазине не было большого ассортимента а сейчас мире вышивки новое поступление этой пряжи и уже есть разные цвета из которых можно выбрать пряжу на ваш вкус пройдя по ссылкам под видео вы сами сможете увидеть какие цвета есть сейчас в наличии в магазине тем не менее я считаю что для вечерних нарядах очень хорошо подходят в том числе и темные цвета если это пряжа с блеском как представленная сегодня у меня уже после вязания образцов неполные моточки и рассказывая о каждой пряжи я буду вставлять видео фотографии сайта магазина чтобы вы лучше смогли рассмотреть этикетку с названием пряжи давайте рассмотрим каждую в отдельности начну с пряжи голливуд и здесь моточки 50 граммов и в 50 граммах 175 метров рекомендуется ручная стирка гладить на единицы можно и спицы рекомендуют 4 сейчас скажу на каким номером спиц я вязала состав 48 процентов хлопок 47 процентов акрил и 3 процента 3 процента поле поле эстер и 2 процента нейлон интересный очень состав номер у меня восемьдесят восемь пятьдесят девять это пряжа очень хорошо подходит для вязания летней одежды состав ее говорит о гигроскопичности пряжи или производитель обещает износа стойкость этой пряжи пряжи имеет такой ненавязчивый красивый блеск и этот блеск конечно делает ее подходящий для вечерней или нарядной какой-то одежды я связала образец разными узорами сначала платочная вязка затем лицевая гладь жемчужный узор это когда через ряд меняется положение петель такой простой ажурный узор и в конце 5 платочная вязка попробовала все узоры мне понравилось как смотрятся хорошо видно фактурность этой пряжи и очень ровно ложится лицевая гладь при вязании вообще чувствуется какая-то пропитка немножко пряжа жесткая когда вяжешь жестко не то что прям сильно но немножко жестковатая но после стирки полотно становится разглаженным и мягким и петли они идут стирки в общем-то довольно ровно ложатся но после стирки даже там где были какие-то неровности при вязании все расправилась и как немножко набухли что ли петли они более прозрачное было полотно до стирки после стирки все хорошо расправилась я не гладила образец только просто постирала ручную и даже не то что постирала замочила она у меня немножко полежала от это минут 20 и затем я разложила образцы все на полотенце так и высушила можно производитель разрешает гладить на единицы но я не увидела необходимости не стала гладить нить сама слабо скручена хорошо видно что ниточки слабо скручены вязать из этой пряжи легко несмотря на то что в общем то несколько нитей слабо скручены при вязании ниточки не расслаиваются блестящая нить также стабильно здесь вот четыре данном случае у меня зеленый цвет 4 зеленых и 1 блестящие или даже две очень тоненькие нити мягкие так узоры по узорам я сказала все ровненько ложится полотно не косит при вязании я вязала классическими петлями но я думаю что и при бабушки на способе полотно косить тоже не будет сразу ровно все ложится я попробовала также связать резинку резинка не очень сильно но в общем-то держит форму для такого состава это даже очень неплохо значит спицы спицами я вязала три с половиной хотя вот ажурный узор можно было и навязать номером 4 так как рекомендует производитель но я начала образец вязать лицевой глади и мне показалось немножко рыхловато показать на немного но просвечивает хотя если на тело конечно она просвечивать не будет и полотном даже номером три с половиной спицами получается струящимся но это зависит конечно от плотности вязания возможно я слабо вижу кто вяжет плотно тот вполне может взять спицы 4 и даже четыре с половиной это конечно нужно пробовать вязать образец и пробовать я сначала начала разными номерами спиц сначала четверка потом я четверку распустила потому что слишком мне показалось рыхло и в результате провязала весь образец на три с половиной образец резинкой я связала спицами 3 миллиметра потому что на три с половиной даже совсем рыхло было нить она очень мягкая поэтому здесь можно и как и крупными крупным номером спиц вязать так имел тоненькими спицами так как зависит от выбранного узора и от того какой результат вы хотите получить несмотря на то что связано 3 миллиметра резинка очень мягкая это уже такая струящаяся даже на таком маленьком образце большом изделие это будет еще более заметно и петли ровненько ложатся так красиво также я попробовала хотя производитель не рекомендует здесь нет рекомендации по крючку я попробовала все-таки повязать крючком и связала такой простой самый простой узорчик но крючком мне показалось немножко жестковато возможно если выбрать какой-то другой узор не такой плотный я взяла причем крючок 4 миллиметра так как спицы 4 миллиметра может быть нужно спицы еще больше ой извиняюсь крючок еще большего номера взять и более какой-то ажурный такой легкие узоры и тоже будет неплохо в общем то не совсем он деревянный конечно но и по сравнению с образцом спицами конечно он более жесткий у пряжи очень выгодный метраж при возможности вязать в общем-то таким крупным номером спиц четверкой и даже больше можно брать и получается здесь 50 граммах 175 метров и на 100 граммов это получается 350 да конечно в общем-то метраж очень хороший вот у меня моточек был 50 граммов и все вот эти связанные образцы и даже не видно особо чтобы уменьшилась так что выгодный метраж можно какое-то изделие связать и немного понадобится на точках так первую рассмотрели теперь перейдем к пряже санторини из этой пряжи я связала два образца так это у нас 80 процентов вискоза и 20 процентов полиэстер 50 граммов здесь 190 метров пряжа еще тоньше чем предыдущие также рекомендуется ручная стирка также можно гладить на единицы и спицы здесь рекомендуют номер пять номер у меня 8609 значит два образца сейчас я про них расскажу сначала про пряжу значит пряжа очень искрящаяся это видно как в моточке так и самом полотне вязаным я думаю что на камеру это тоже будет видно такая искрящаяся можно сказать впечатление такой такого искрящегося полотна конечно очень красиво будут выглядеть изделия из этой пряжи и какие-то летние струящиеся наряды и вечерние какие-то накидки палантины и другое как можно вязать как дополнение к наряду у меня воображение мое рисует какую какие-то изделия в виде пелерины какой-то на вечернее платье сверху они получатся очень струящимися и красивыми образец у меня как вы видите разной ширины начале одной ширины в конце другой потому что я вязала разными номерами спиц как и в предыдущем случае я сказала что мне показалось четверка предложенная производителем слишком рыхло и я взяла три с половиной поэтому и вернее не поэтому взяла спицы три с половиной и они меня устроили поэтому здесь я также сразу подумала что 5 это слишком для такого метража и для самой ниточки она тоненькая такая слишком будет много и сразу взяла на размер меньше начала вязать номером 4 миллиметра затем провязала одну разделяющую полосочку платочной вязки следующий следующая часть образца вот номером четыре с половиной и следующие номером 5 я когда начала вязать номером 4 то я поняла что это слишком забитое получается полотно четыре с половиной более менее получше но больше всего мне понравился именно номер 5 тот который и рекомендует производитель она просвечивается но также сейчас опять на тело положу на теле это не видно но именно спицами 5 миллиметров полотно очень приятное хотя конечно и четыре четыре с половиной тоже можно использовать смотря какой вы хотите также результат получить либо чтобы слишком было просвечивалась или меньше если хотите более плотно и всеми все три номера спиц все равно дают результат такой такого струящегося приятного полотна она очень легкая мягкая пряжа мне очень понравилась сама пряжа представляет собой сеточку если ее раскрыть это сеточка скрученная слабо скрученная в общую не нить пропитка здесь менее чувствуется при вязании но после стирки вообще получается конечно очень мягкое полотно это пряжа имеет более интенсивный блеск чем предыдущие здесь как-то он периодически встречается а здесь полностью все полотно получается блестящим когда я взяла этот моток впервые в руку мне показалось что пряжа будет скользкая она такая очень мягкая струящая сама в моточке и мне показалось что при вязании будет не очень комфортно что пряжа будет скользить но тем не менее вязать из нее очень комфортно я вязала спицами анти с удлиненным кончиком из набора оди клик лейс и очень было комфортно вязать нас по спицам она не скользила и люрекс вот или как он там полиэстер он не отслаивается здесь общая сеточка здесь их не разделишь просто так как например в этом моточки здесь хорошо можно отделить ниточки друг от друга здесь же они очень плотно соединены все в сеточку и при вязании очень очень комфортно вязать ничего не отслаивается цвет черный но вязать как ни странно было не трудно может быть из-за блеска петли не сливались и были хорошо заметны до крючка я также попробовала небольшой образец провязала просто столбики без накида столбики с накидом несколько рядов и поняла что из этой пряжи крючком вязать можно она тоже получается струящаяся полотно получается струящаяся немножко плотнее конечно чем связанная спицами я вязала крючком четыре с половиной миллиметра вязать очень комфортно тоже ничего не отслаивается так как эта сеточка как я сказала я думаю что очень красиво будет какими-то ажурными мотивами из такой пряжи связать не просто столбиками но даже столбики вполне хорошо себя ведут обычные столбики так что можно на мой взгляд вязать и крючком какие-то также накидки на можно и жилет например какой-то ажурный связать тоже струящийся но я думаю что из такой пряжи можно связать хоть что здесь также очень выгодный метраж 380 метров на 100 граммов получается 50 граммов 190 метров здесь еще больше метров так осталось один остался вид пряжи я не буду называть название вот так посмотрите и я им ставлю фото здесь 25 граммов по точки и в этом на точке 300 метров состав 51 процент полиэстер и 49 процентов нейлон что рекомендуют рекомендуют ручную стирку гладить нельзя так 3 миллиметра спицы номер 85 87 это очень тонкая пряжа с таким мерцанием полиэстеровых и нейлоновых нитей и это альтернатива металлическому люрексу здесь металл не чувствуется хотя она очень сильно блестит но она очень мягкая такой приглушенный слегка запыленный фон и на нем поблизкивают штрихи более светлого тона это такая как я сказала мягкая синтетика и изделия с таким составом подходят и для ежедневной носки также можно ее использовать как украшение праздничных и вечерних нарядов и вязать как отдельно такой такой нитью так и в сочетании с какой-то другой пряжей нет не расслабляется не линяет и не теряет формы я связала образец разными вариантами сначала я начала вязать как дополнение к другой нити какие нити я брала я не стала спрятать кончики все-таки это образец вот так у меня все выглядит сейчас скажу что это за нити я взяла было номер 489 2 желтый это тоже было 488 мне хотелось просто посмотреть как сочетание с каждым цветом смотрится и вот этот сиреневый это это мне все остатки пехорка нежная фиалка 179 номер начала я значит как я сказала вязать просто вплетая эту нить вместе одна не пел был и и одна нить этой пряжи затем стала вязать отдельно уже на пехорке нежной я провязала просто пехоркой два ряда затем два ряда этой пряжей и так чередовала по два ряда и вот этот вариант мне очень понравился больше чем этот здесь возможно просто нужно было взять спицы побольше так какими каким номером я вязал я вязала три с половиной пряжу было я обычно вижу номером два с половиной здесь дела три с половиной и то как-то немножко забито получается думаю что можно гораздо больше спицы взять до пятерки если именно братья вторую нить примерно такой толщины как было это нужно пробовать конечно на образце сама саму где отдельная вязала сами полосочки здесь я использовала спицы номер три так как указано производителем на этикетке и этот номер вполне подходит хорошо заметны эти полоски блеск не хочет фокусироваться но я думаю его видно блестит золотом все очень красиво полотно конечно когда отдельно его вяжешь более нежная мягкая вяжется легко пряжа не скользит и не цепляется за спицы она сама не расслаивается между собой эти нити полиэстера и нейлона они не расслаиваются при вязании поэтому вязать вполне комфортно можно конечно полностью связать отдельно какое-то изделие но я думаю что оно будет ну какое-то небольшое изделие конечно кардиганы или что-то там такое большое я бы не стала вязать из такой пряжи или как дополнение или как виде каких-то небольших аксессуаров и и вполне можно использовать и как отдельная отдельно пряжа это вязать и что мне нравится при вязании как я сказала нет этой металлической жесткости как обычно вот когда мы добавляем обычный люрекс металлический все-таки жесткость присутствует у этой нет ни жест ни жесткости не колкости очень приятная пряжа она не рассыпается в моточки то я уже так насыпала сама она когда она стоит моточки она не рассыпается вот я скрутила и все хорошо держится и так я рассказала вам свое мнение об этой пряжи если вы заинтересовались показаны мной сегодня пряжей проходите по ссылкам под видео и знакомьтесь с ассортиментом мне было очень интересно познакомиться с новой для меня пряжей и надеюсь что и вы не заскучали на сегодня у меня все благодарю вас за просмотр за комментарии вяжите с удовольствием и я буду рада встрече с вами моих новых видео и и